Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск IELTS BMW. С вами Алексей Шахин. И сегодня мы ответим на вопрос, как сэкономить время, совмещая изучение языка или подготовку к экзамену с нашими повседневными делами. Мы живём в эпоху постоянной нехватки времени, и поэтому придумываем всё новые способы его сэкономить. Неудивительно, что у многих возникает желание совместить и изучение языка с чем-то другим, например, с занятиями спортом или дорогой на работу. Владение языком складывается из четырёх навыков, которым соответствует четыре раздела IELTS. Если мы рассмотрим их по очереди, то обнаружим, что писать, допустим, сидя на мелотренажёре, довольно сложно. Читать на ходу тоже неудобно и даже вредно, а зачастую и опасно. Если же вы начнёте разговаривать сами с собой, сидя в автобусе, то вас могут не так понять. Таким образом, у нас остаётся аудирование, которое, между прочим, является одним из самых важных аспектов изучения языка, причём на всех без исключения уровнях, начиная от самого низкого и заканчивая самым высоким. Мы можем слушать новости, аудиокниги, диалоги, списки слов с переводом для расширения своего словарного запаса и многое другое. Не будем забывать и о ресурсе под названием Radio Garden, о котором я рассказывал в 82-м выпуске, и на котором представлены тысячи радиостанций со всего мира, в том числе и на английском языке. Если вы в качестве эксперимента проследите в течение дня, сколько времени в общей сложности у вас входит на занятия делами, во время которых вы могли бы прослушивать изучаемый вами иностранный язык, то, скорее всего, будете очень удивлены, потому что у многих эта цифра составит и один час, и два, и даже больше каждый день. Вы можете слушать английскую речь по дороге на работу, занимаясь спортом, готовя еду, занимаясь уборкой дома, выгуливая собаку и так далее. Если вы насчитали два часа на то, чтобы воспринимать информацию на слух, параллельно занимаясь чем-то ещё, это не значит, что все эти два часа вы будете заниматься аудированием. Внимательное слушание — в принципе достаточно энергозатратное занятие, и поэтому вы не сможете его практиковать в течение длительного промежутка времени. Но, к счастью, в этом и нет необходимости. Вы можете начать с 10 минут и постепенно довести до 30, как это и будет на экзамене. Здесь вступает в силу принцип «лучше меньше, но чаще». Если вы сидите в спортзале на велотренажёре, крутите педали, то вы можете полностью сосредоточиться на том, что вы слушаете. Если вы дома готовите обед, причём делаете это уже в сотый раз, то есть на автомате, опять же смело добавляйте аудирование. А вот если вы готовите какое-то блюдо первый раз, и вам нужно сосредоточиться именно на нём, вот тут я бы советовал отложить занятие аудированием и сконцентрироваться на кулинарных делах. В противном случае процесс превращается в так называемое пассивное аудирование, эффект от которого минимален, поскольку информация в одно ухо влетает и с другого вылетает. Существует огромная разница между активным аудированием и пассивным. В первом случае мы напрягаем своё внимание с тем, чтобы понять или запомнить какую-то информацию. во втором — просто используем английскую речь в качестве фона, на котором занимаемся чем-то другим. Крайняя степень пассивного аудирования — это попытка изучать язык во сне. Это совершенно отдельная тема, я не буду её раскрывать в этом выпуске, не потому что я считаю, что это невозможно, а потому что я считаю, что сон предназначен для другого. Лучше дать организму возможность восстановиться и отдохнуть, и при этом не перегружать его дополнительными нагрузками. Пассивное аудирование можно рекомендовать разве что на самых ранних этапах изучения языка, я имею в виду уровни А1, максимум А2. На этом этапе само звучание иностранного языка для нас непривычно, и длительное прослушивание иностранной речи может эмоционально помочь нам приспособиться к ней, несмотря на то, что мы практически ничего не понимаем. В заключение я хотел бы напомнить о том, что аудирование — лишь один из четырёх навыков, которыми вам предстоит овладеть, независимо от того, готовитесь вы к экзамену или нет. Поэтому сохраняйте баланс между всеми навыками для того, чтобы прогрессировать равномерно и избегать перекосов. На сегодня всё. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Я благодарю вас за внимание. С вами был Алексей Шахин. IELTS BMW. Мечты сбываются. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...